ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Используйте и получайте скидоны. Ну, а мы начинаем. Поехали. Пользуясь случаем, хотел бы также напомнить вам, уважаемые подписчики, что в магазине PedalZoo работает специальный промокод на скидку 10% наушники Электрогармоникс. Так что, раз уж мы любим слушать разногитарное зарубалово, давайте, пожалуйста, слушать в наушниках от гитарного бренда. Касательно Юрия Коспоряна, есть достаточно много подходящего в интернете материала для умеетли. И давайте посмотрим сначала документ, который называется «Витамин Си и концерт в студии». Ну, я надеюсь, здесь звук честный. Посмотрим. Ну, во-первых, сразу бросается в глаза просто убойный тайминг. То есть реально нотки лежат на своем месте. То есть, конечно, есть такое поверье, что в музыке главное ритм. Я все-таки считаю, что вот это именно комбинация ритм и сама мелодия. Но очень многие, в том числе Виктор Вутин, говорят, что можно там реально какую-то бурдуду уже играть, но если кладешь его ровно по сетке, прям четко грубого, ну, или там с небольшими оттяжками, то это уже здорово. Здесь мы как раз слышим, то есть убойный тайминг. Я надеюсь, что опять же запись живая. И как бы по звукоизвлечению тоже все как нужно. То есть, получается, никакого там здесь ненужного продиралого струм, потому что звук сам по себе мягкий, такой клинчик с небольшим перегрузиком. И, в общем, все пока по фирме. Посмотрим дальше. Хорош, то есть, видите, все прям такая перкуссия, гвоздики, причем как бы не супер там какое-то взрывное бешеное звукоизвлечение, то есть не битый курт, но здесь как раз такое не нужно. То есть все звучит музыкально в тему. То есть пока из того, что мы видим, человек, конечно, умеет играть. Потому что умеет играть на гитаре, это не когда там супер какой-то поливалого, это когда ты партию, за которую берешься, можешь исполнить фирмово нормально, то есть когда не вызывает смеха. То есть напомнишь, допустим, почему многие горят, даже там Хэммит, типа не умеет играть на гитаре, типа нет, конечно же, он умеет. Нет, господа, он ни одну партию исполнить нормально не может, поэтому я называю не умеет. То есть для тех, кто, допустим, позабыл, да, там в танке еще что-то, мы же можем все это опять же много раз слушать, но небольшая такая вставочка, да, смотрите, типичная, да? Человек пытается исполнить простую партию, это оговорка по Фрейду, испортить, и в итоге он ее портит. То есть это называется не умеет играть на гитаре, смотрите. То есть понимаем, да, что есть задумка, но она вообще никак не соответствует, это идет мемо, да, типичное ожидание, реальность. Поэтому это не умеет играть на гитаре. Кто-то может защищать, типа он уже какие-то ноты выковыривает, но так как бы, да, умеет все априори. То есть человек родился, у него есть две руки, допустим, пальцы, значит, он уже умеет играть на гитаре. Но по факту, конечно, это не так. Посмотрим дальше какие-то видосики. Вот здесь, видимо, какой-то живняк, типа, репетиции. Ну здесь немножко поехало внутрь Доливарии, но остальное, то есть тоже все прям в долечку спокойно, размере на грубовую, поэтому здесь уж точно звукан живой, респектос, то есть опять же своя партия исполнена здорово. Пока здесь как бы придираться не к чему, посмотрим еще какие-то примеры. Да, здесь, конечно, гитара очень торчит по миксу, поэтому когда гитара, допустим, в миксе слишком сильно вылазит, кажется, все время хуже сыграно, чем даже бывает на самом деле. Но здесь тоже прям тайминг, и по динамике очень грамотно. То есть эти вот педальные ноты, они такие потише, а потом вот эти акценты, они поярче, то есть все. Вот здесь как раз то случайно, когда динамика нужна. То есть помните, все время там спорим, допустим, по поводу металла, что, конечно, когда-то зарубал какую-то там, не знаю, там... Там не нужна такая, типа, там... Это не звучит. То есть ощущение, что человек как бы умирает с гитары, да, когда какой-то метальный риф. Поэтому всякие стружки и долбил его, мешуги, они все играются на максимум, да, то есть просто тут именно... То есть там надо реально вваливать. А такие вот вещи как раз на чистом звуке, где динамика слышна, их нужно играть именно так. И вот он, собственно говоря, показывает прекрасный пример для этого. Посмотрим дальше. То есть пока уже как бы дикий респектоз, и все просто жара. Ну-ка, здесь что? А здесь уже прям пошла техника. То есть хоть и не быстро, но арпеджио четенькие. То есть видите, как бы пальцы работают вполне экономично. То есть нет там каких-то бешеных улетающих мизинцев. И, опять же, такие вот арпеджио на клине тоже играть весьма непросто. Поэтому здесь, опять же, респект. То есть для меня, конечно, ну, я думаю, что как и для многих, я просто не киноман, да, то есть, ну... Поэтому мне музыка много нравилась. Когда там в подъездах сидели в свое время, там, в 15-16 лет, это 90-е годы, конец, начало 2000-х. И всегда, ну, как бы были ассоциации, что просто типа там аккорды, двор, что есть некий там мир электрогитары, где просто адская поливалова, рубка, а вот типа двор, там, это аккорды, это ничто. А на самом деле, опять же, такой же условный двор тоже нужно уметь сыграть. И кросс-вод, человек прекрасно как бы все это делает, поэтому посмотрим еще. Да, гвоздики просыпались. И, скажу честно, вот такие партии записать очень непросто, потому что, допустим, я вот сам, когда в джейсе пишу треки, самые, наверное, запористые места как раз такие вот медленные переборы, как вот «Затерянный мир», «Время», «Песня», «Агония». То есть реально это геморрой, потому что, когда ты рубишь какую-то зарубалову, то ты весь такой типа на драйве, у тебя прям такая сетка в башке, и ты прям тун-тун-тун-тун-тун-тун, все раскладываешь. А когда такие вот именно медленные всякие переборчики, как у нас там типа... То есть и там настолько вот малейшая какая-то нотка побежала вперед, слишком громко дернула, уже все, уже палево. Поэтому это вот такую штуку положить ровно вдоль, еще аккуратно так сыграть, это, конечно, тоже респект и очень непросто. Ну то есть опять же состояние как бы такое вот больше, может быть, характер, да, эмоции, что кому-то проще именно зарубалов, кому-то проще перебор. Но, допустим, мне, честно признаюсь, перебор записывать очень трудно. То есть реально я с ними могу там час каким-то перебором простым просидеть, потому что то, какая-то гитарка поторопится, то еще какие-то вещи. То есть особенно, когда нужно писать дабл-трек переборами, это, конечно, вообще не дай бог. Поэтому здесь тоже слышно, что это респект. Понятно, что многие будут думать, типа, до чего он там сыграл какую-то пару нот, да? Попробуйте. То есть просто попробуйте взять какой-то минус, записать, и вы увидите, что реальность будет просто настолько жестока к вам. То есть она реально покажет то, что редактор все вам расскажет, все правда о том, что у вас переборчик простейший, сыграть нормально не получится. Будет какие-то ноты торчать постоянно, будет какое-то по динамике дергание непонятное, и все это будет по ритму поторопиться. Здесь здорово. Ну-ка, что еще? Какие-то поливчики какие-то пошли. Да, вибратор, ну, немножко завышенный, но, в принципе, это уже точно не хэмми. То есть это вполне себе нормально прозвучало. Такая прям оттяжка вообще. То есть видите, вот это вот... То есть это реально очень непросто. Опять же, можно взять какой-то метрономчик и беточек и пытаться сыграть такие вещи с оттяжкой. Это будет реально очень-очень непросто. Там какая-то, да, просто оркестр не понимает, что делать, но вот эта вот штука, то есть она реально прямо сыграна так, как надо. То есть я думаю, что... Понимаете, да, какая была бы трагикомедия, если бы пытался бы это 8 слэш такой сыграть? То есть слэш бы там все запорол, там обфонились бы струны, и он поторопился просто как какой-то ягненок, который убегает на одной ноге от льва. То есть это был просто кошмар. А здесь все здорово. Так, а здесь на что посмотрим? Офигеть! Просто... Вот такую штуку реально без шуток. Попытаетесь просто по одной ноте подолбать так вот, не получится. То есть все будет прям-флям рассинхронно, будет торопиться раньше барабанов, а здесь, видите, прям все вот... Ах, хорошо! То есть вот всегда, когда начинаю спорить, типа из серии, вот, должна быть всякая игра, там и торопливый, не экспода. Всегда как бы ровно играть за тяжкой. Даже подолбалого по одной ноте на клине, все равно это будет сразу вот так вот заводить. Поэтому люди будут просто толпами прыгать, радоваться. А когда идет суетливая возня, это всегда как бы мимо кассы. Понятно, что когда человек слышит плохо, он может подумать, типа, ну так и надо, наверное, так сыграли. Нет. То есть всегда есть такие вот вещи-талонные, и это, конечно, здорово. Поэтому я, честно говоря, прям удивлен. То есть респектчанский полный. Чего еще интересного есть, посмотрим. Тоже, видите, настолько спокойные эти переборчики. То есть мне опять было бы просто... Почему я говорю, мне это не потому, что там ЧСВ, а потому что я как бы веду блог, да, поэтому я говорю про себя сейчас. Мне тоже такие штуки, всякие вот эти вот аккордовые какие-то такие получосики, какие-то вот такие вот переборчики, когда нужно какие-то вешать. Это прям вот реально целая эпопея. То есть когда сидишь и понимаешь, что ты себя вот так вот душишь, да, чтобы не сорваться, не уйти на какую-то зарубаловую и так далее. И это действительно трудно. Поэтому записав простейший какой-то аккордовый такой переборчик, вы увидите, что это, ну, как бы тот еще челлендж. Сейчас помотай, где пояс видим. То есть это реально как бы целое искусство. Такие штуки простые, но надо сыграть, чтобы это было не травосека, чтобы это реально прям вот музыка лилась. То есть поэтому, опять же, здесь, конечно, респектос. Поэтому на вопрос, пока из того, что мы видим, умеет ли играть Юрий Каспарян, ответ, конечно, очевидно, да. А, кстати, касательно, да, Хэммита, вот, опять же, знаменитый видос с группой Крови, да, то есть, типа, там, пару аккордов, вот вам, пожалуйста, ваш любимый виртуоз Хэммит мирового масштаба. Ну, естественно, вступить никто не смог, понятно, хоть здесь нет отчета, но уже понимаете, да, что сразу Хрюадон, Хрюадон, то есть никто ни в кое не попал, хотя они, типа, там, давай. И все равно, как вот этот анедот, да, что, типа, басисты-барабанщики никогда друг к другу не попадали и говорят, давай хотя бы там убьемся вместе. И, типа, там, прыгнули с кого-то, не знаю, пятнадцатого этажа и опять. То есть вот то же самое, то есть Хрюн и все. Харюш! 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 То есть, видите, да, ритма вообще нету. Рваный там, хрю-рю-рю, бумагу какую-то рвут. Все эти аккорды с рассинхронами, то есть прижатые заранее, ну, в общем, просто шляпа. А вот, допустим, когда господин Каспарян играет риф Металлики, то это получается совершенно другой мисс, смотрите. Все на лицо и на уши. Поэтому, господа, вердикт. Когда вы пытаетесь играть на гитаре, стараетесь играть то, что вы действительно, в чем вы уверены, что у вас получается нормально. Потому что, когда вы пытаетесь пыжиться, как, допустим, там, Слэйш и Хэммит и все это братья, Кири Кинги, и пытаться играть то, что вообще не тянется, это смешно. Это вызывает именно реально смех. Как бы, допустим, Зинчук все ржали, «Он Лью» и все остальное. И все отойдут молчаном. Помните, когда мыши зерно воруют, и «Холстинин», и все остальное. Когда они пытаются играть то, что вообще не тянут, Как бы это смешно. Поэтому здесь, я не знаю, может быть, конечно, Юрий Каспорян не играет там мега-даунстроками, не поливает дикие какие-то соляки, но то, что он играет, он играет на супер-высоком уровне. Тайминг, частота, уверенность, музыкальность, аккуратность, то есть динамика, все здорово. Поэтому здесь человек умеет играть, а условно какой-нибудь Кири Кинг, который, допустим, там, типа, как будто бы он быстрый такой, да, но на самом деле он не умеет играть ничего. То есть Кири Кинг не может просто две квинты связать так, чтобы это прозвучало нормально, как на хорошей студийке, хорошего гитариста, не получится. У него все обшуршится, обфонится, то есть он реально в двух квинтах там зафонит, здесь зашуршит, и как бы все это будет по заключению беда, поэтому, конечно, это человек играть не умеет. А здесь без вопросов человек умеет играть. То есть он показывает то, что умеет, и в другое как бы не лезет, и мы просто не знаем, да, может быть, там будет плохо, может быть, хорошо, но то, что исполнено, то исполнено на очень высоком уровне. Живем в нормальных условиях подходящих, в том числе и на концертах. То есть мы концерты пока умеет ли не брали, потому что здесь, опять же, не так много именно таких вот репетиционных видосов из всяких магазинов, но из того, что есть, я нашел, и с вами вместе посмотрели. Поэтому вот так вот, в общем, господа, делайте выводы, играйте на гитарах, подписывайтесь на канал, не забывайте ставить спонсорам канала, потому что, опять же, спонсоры смотрят стримы в записи, заходите на стримы, они сейчас ставят чаще, и, конечно же, промокод «Фрэдгитарист» прекрасно работает «Струнки.ру», «Педалзу» и «Зару». Все, спасибо за вашу поддержку, и, как обычно, здесь была только правда об игре на гитаре. Поэтому подписывайтесь на «Фрэдгитарный» и до скорой встречи. Всем пока! Итак, вы музыкант, или стараетесь им стать. Существует много действительно нужных мелочей, которые пригодятся любому, кто связан с музыкой. В этом огромном мире звуков важно контролировать каждый этап, от идеи до финального результата. Для записи вашей заготовки вам понадобится более универсальный язык, нежели таблатур. Объясняется это тем, что в миксе будет не только гитара. Базовые знания теории пригодятся на всех этапах, но здесь особенно. Любую идею придется как-то развивать. Тут-то в игру и вступает гармония, построение аккордов, их движения, а самое главное — понимание того, что делать дальше. Все уже просчитано до нас. Хороший материал — это очень хорошо. Хороший материал в хорошей аранжировке — еще лучше. Вся фактура вашего произведения напрямую зависит от множества факторов, с которыми можно и нужно уметь работать. В каждом учебном заведении существуют отдельные преподаватели отдельной дисциплины. И каждая дисциплина важна, если есть задача подготовить действительно хорошего специалиста. Итак, вы музыкант. Или стараетесь им стать. У нас есть для этого практически все. Гитарный, теоретический и бас-гитарный курсы занятий. В очном или заочном формате. И вся необходимая часть по аранжировке и композиции. Информация в описании. Субтитры создавал DimaTorzok